Открываем сезон летних походов и путешествий. Всем привет, наши подписчики! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, приезжайте в Россию! Едем, в общем, на эту локацию, водопад Грохотун. А вы знали, что в Свердловской области есть водопады? Мы сейчас проверим, что это за водопад. Если не понравится нам, то у нас тут еще маршрутик есть на Азовгор. Открываем нашу серию путешествий по Уралу. И хотелось бы начать со Свердловской области. Вблизи города Полесково есть несколько интересных природных достопримечательностей. Азовгора, водопад Грохотун и Каменные Губы. Всего в 50 километрах от Екатеринбурга есть настоящие водопады. Поедем и убедимся в этом своими глазами. В первом маршруте мы заедем на водопад Грохотун, расположенном в Свердловской области. Что доехали до места, пойдем искать водопад. А вот и водопад. Азовго. 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 И что? Я считаю достойное место для Свердловской области. Я считаю даже 8 и не сосканился в общем. Мне понравилось. Ставим. Сколько баллов из десяти? Ну, наверное, баллов семь. Семь доступно. Вполне себе чистенько. Нет людей. Вот. Есть еще родник. Там можно покупать вкусную, если вдруг с собой забыли. Родичка. Так что, пойдем еще смотреть достопримечательность. Как вам водопад? Водопад образовался в результате основания канала для водосброса латины труда. Водопад небольшой, не более пяти метров высоты. Мы приехали на вторую локацию. Азов-гора. Идти полтора километра всего. Высота около шестисот метров. Должны открыться красивущие виды на Полевской и Белеслежащей окрестности. КОНЕЦ КОНЕЦ Большая полянка. Да, можно встать с палаткой даже. Дошли. Всего лишь полтора километра. Кажется, мы дошли минут за десять. Собираемся на новую точку передвигаться. Собираемся на новую точку передвигаться. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Двух вершин – Большой и Малый Азов Высота главной – 589 метров над уровнем моря И третья локация на сегодня – еще один водопад. Называется «Каменные губы». Как правило, все уральские водопады – дело рук человеческих и образованы в результате водосброса плотины. Но от этого они не менее красивые и притягательные. Примерно в 100 метрах у Большейского пруда чаще леса образовался водопад, а за характерную форму стал называться «Каменные губы». Чтобы увидеть водопад во всей красе, советуем приезжать весной, когда водоемы максимально полноводны. Чтобы путешествовать, не обязательно брать в отпуск и билет на самолеты. Красота повсюду, а природа – самый доступный способ перезагрузиться. Путешествуйте. Что может быть лучше? А начните с родных окрестностей, с области, со своей страны. Двигаться, дышать, ловить, пыть, следовать, путешествовать – это и значит жить. Путешествие в тысячу билей начинается с первого шага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok